Перед началом хочу сказать, что подобное видео создано в логих целях и никак не предназначено в усугублении игры, ее дискриминации или продаже. Все только для развлечения. Всем доброго времени суток, за микрофоном наемник. В этом видео мы затронем очень за последнее время популярную тему, а именно моды. Но не просто сами моды, а о том, как их создавать. Подобных видео будет больше, где я расскажу о всех возможностях создания, а если точнее изменения внутриигровых файлов игры. Ну что ж, начнем. Сегодня я расскажу и покажу, как визуально менять игру буквально за несколько минут, а также расскажу, как сохранять свой мод как отдельное приложение, а не как обновление на оригинальную игру. Записывать все я буду на эмуляторе. Все действия, которые я буду совершать, вы также сможете на телефоне без каких-либо проблем. Для начала нам нужно два приложения. Сама игра. Рекомендую использовать MiniDS Plus последнюю версию и программу для редактирования Editor Pro. Данное приложение вы сможете, как и игру, скачать по ссылке в описании. Рекомендую использовать взломанную версию игры, чтобы не тратить время на открытие персонажей, оружия, предметов в игре. Первое, что мы сделаем, это создадим отдельно нашу собственную версию игры, чтобы мы могли без всяких проблем заходить в оригинал и в свой мод. Таким образом мы сможем добавлять или изменять в своем моде что-то, и это будет отражаться лишь на нем. Как это сделать? Заходим в приложение Editor Pro. После открытия программы у нас откроется меню приложения. На этой панели нас спрашивают, какой вид программы и где нам ее найти. Нажимаем на «Выберите АПК из приложений». После чего находим установленную игру и нажимаем на нее. Далее выбираем, что именно мы хотим изменить в приложении. Нажимаем на «Общее редактирование». После чего у нас откроется стартовая часть игры, где мы сможем изменить название файла, иконку, версию и где именно будет устанавливаться приложение. Давайте для начала назовем свой мод. А далее для того, чтобы игра установилась отдельно, назовем немного по-другому пакет игры. Пусть добавим одну букву «Зет». К примеру. Теперь давайте добавим свою иконку игры. Рекомендую использовать размер иконки не более 256 на 256 пикселей. После чего ставим свою иконку и сохраняем проект. Сохранение займет немного времени. Программа написала, что изменения сохранены. Теперь давайте установим их. После чего даем разрешение приложению и устанавливаем его. Все. Теперь наша собственная версия игры установилась, и мы можем ее открывать как отдельное приложение. Давайте это проверим. Пока мы проверяем, напоминаю, что если у вас возникнут вопросы по разработке, тогда переходите ко мне в Discord сервер, где вы сможете задать их в специальный чат для разработчиков. Так, у нас все замечательно работает. Теперь давайте начнем менять файлы игры. Первое, что я предлагаю изменить, это старую заставку игры. Заходим в приложение, нажимаем на «Выберите АПК из приложения». Выбираем наш мод. И вот в этом моменте начинается все самое интересное. В данной панели вы сможете открывать файлы игры, которые вам нужны. Плюс вы сможете их открывать в том виде, в котором вы этого захотите. В дальнейшем все эти возможности мы разберем. Сейчас давайте нажмем на «Замена файлов». Далее открываем папку «Assets». «WWW». И тут ищем нашу заставку. Слева от нее есть две кнопки. Первое – это «Заменить файл». Второе – это «Скачать файл». Давайте ее скачаем, чтобы использовать размеры фотографии и сделать поверх ее что-то свое. Нажимаем «Ок». Все успешно сохранено. И прописан путь, куда сохранилась картинка. Картинка должна по умолчанию быть сохранена в папке загрузок. После чего вы открываете данное изображение и меняете так, как вам это угодно. Рекомендую сохранять изображение в формате PNG с таким же названием, с которым вы его скачали. После чего новое изображение сохраняем и таким же способом возвращаемся на то место, где мы остановились. И нажимаем на кнопку «Заменить». Хочу подметить, что картинка, которую я создавал для примера, имеет другие размеры. Если вы хотите создавать прям объемную заставку по размеру, рекомендую использовать именно такие размеры, чтобы не было в дальнейшем проблем. Немного названия у меня другое. Это не страшно. Выбираем нашу заставку. Как можно увидеть, картинка поменялась. Теперь самое важное – это сохранить наши изменения. Сохраняем. Все удачно сохранилось. Нажимаем «Установить». Хочу подметить, что любое изменение в файлах – это своеобразная новая версия игры. Из-за чего игра нам говорит, что эта версия будет обновлена из-за изменений, которые мы сделали. Обновляем наш мод. Смотрим, установилась ли наша новая версия поверх старой. Да, все хорошо. Теперь давайте посмотрим, сработало ли изменение. Вот, пожалуйста, все отлично сработало. Можем проверить, запускается ли игра после этого. Да, все отлично. Теперь, в качестве примера, давайте поменяем что-то более масштабное в игре. Предлагаю поменять иконки персонажей. Переходим в приложение. Нажимаем на наш мод. Замена файлов. Ассетс. www. И имиджес. В этой папке находятся все файлы игры, которые только есть или нет в игре. Теперь давайте проверим вашу интуицию и знание английского. Нам нужен файл с фотографиями персонажей. К счастью, я знаю, как называется этот файл. Находим его. Вот он. Давайте проверим его. Нажимаем на него. И смотрим. Да, это он. Теперь давайте сохраним и изменим лица персонажей на те, которые мы хотим. Я не стал показывать, как я перерисовываю иконки и взял уже нарисованные с мода MinidaysFault. Более подробнее об этом моде у меня есть в видео на канале или сверху в подсказке. Теперь давайте заменим старые иконки персонажей на наши новые. Приложение. Выберите АПК из приложений. Наш мод. Замена файлов. Ассетс. www. Имиджес. И теперь по названию за алфавитом находим наши старые иконки. Так, нашли. Давайте проверим это ли они. Все верно. Нажимаем заменить. Выбираем наши иконки. Прошу заметить, что размеры спрайта у меня такие же, как и у оригинала. Теперь, как и заставкой, можно увидеть, что файл заменился. Да, все отлично. Сохраняем. Все успешно сохранено. Установить. Устанавливается как обновление. Все правильно. Теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот и результат. Все отлично работает. Хочу напомнить, что в ссылке в описании будет также материал, который я использую в видео. Давайте посмотрим, работают ли новые иконки в самой игре. Все, как видите, отлично работает. Давайте еще для примера поменяем некоторые спрайты в игре, чтобы закрепить все, что мы сегодня научились делать. Сейчас давайте заменим спрайты байкерской кортки, джинсов и красного мотоциклетного шлема. Хочу подметить, что на этот раз нам нужно заменить уже три файла. Это вид спереди, сзади и боковая часть экипировки. Так как левая и правая сторона одинаковая, по этой причине эти стороны имеют лишь один спрайт. Продолжение следует... Продолжение следует... Как можно увидеть, все сработало. Вот сравнение оригинальной куртки и джинсов и нашей. То же самое делаем с шлемом. На этот раз давайте заменим не только спрайт, а и саму картинку в инвентаре и на портрете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как можно увидеть, все отлично работает. Теперь давайте я вам покажу, как скачать файл с другого проекта и переместить его в свой. Напоминаю, что все ради примера. Хочу сказать большое спасибо разработчикам мода MiniDaysFallout. На этот раз давайте заменим что-то намного глобальнее, чем просто иконки. К примеру, всю землю первого острова. Заходим в приложение и открываем модификацию. После чего находим в файлах спрайт земли и скачиваем их. Далее заходим в наш мод и находим спрайты земли первого острова. Хочу подметить, что для каждого острова есть своя текстура земли. Меняем текстуры и смотрим, как они у нас смотрятся в игре. Как видите, опять же, все у нас отлично работает. Отталкиваясь от всего видео, можно понять, что текстуры менять достаточно легко. Основная задача в этом это рисовка и не забывать сохранять изменения. В дальнейшем видео я покажу более наглядные примеры, где я уже буду использовать свои авторские спрайты и покажу намного больше возможностей изменять игру. Напоследок я хочу рассказать об месте, где вы сможете скачать новые модификации и проекты различных разработчиков. Это мой собственный сайт по проектам игры Midas. Это единственная самая большая библиотека модов и проектов во вселенной. Тут вы не только сможете более подробнее узнать об модах и проектах, но и также выложить свои собственные. Также существует огромное количество различных функций и полезных инструментов и источников. Ну что ж, вот такое видео получилось. Спасибо всем, кто досмотрел. Пишите свое мнение в комментариях и поддерживайте видео по любимой игре лайком. За микрофоном был я, наемник. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok